Трям подписчикам и гостям я Джетли, и кто-то очень хотел это видео поговорим с вами о такой распространенной вещи, как хейт. Ну или как там это еще называется-то? Я думаю, некоторые зрители скажут, да что ты знаешь о хейте, у тебя так мало подписчиков. Но, ребята, дело не в количестве подписчиков, дело как бы в насыщенности жизни, что ли. Вся моя жизнь была одним сплошным хейт. Куда бы я ни приходила, я постоянно натыкалась на негатив в свою сторону. При том, что, а, я выглядела вполне себе цивильно, б, вела себя приемлемо, в плане того, что никого не оскорбляла, никому не лезла, кроме нескольких разов, да. И, в принципе, мне надо было просто с кем-то подружиться. Все-таки человек это существо социальное, ему надо общаться. А когда ты постоянно встречаешь хейт, это не так-то просто. Я люблю интернет, я знаю, ты тоже любишь интернет. А все почему? Потому что интернет как бы немножко сохраняет анонимность. Ну и плюс ко всему, то, что ты считаешь в интернете, это фактически совсем не обидно. И мне это, несомненно, нравится. Хотя мне хейт тоже нравится, который в интернетике. Я готова им обмазываться, как Наталли. Готова стать пахломом. Итак, хейт это не всегда способ самоутвердиться, по крайней мере в жизни. Иногда это просто выражение какого-то недовольства своего, что ли. То есть, если вы не нравитесь человеку, он вам напишет, что вы страшная чучела, тупая и все прочее. Но он вас не знает, как и вы его. А возможно, это просто какой-нибудь очень толстый тролль, который пытается развести вас на негатив, на какие-то эмоции. Потому что, ну, есть такие люди, которые называются энергетическими вампирами. Они питаются вашей негативной энергией. Но это не точно. Так вот, хейт может возникнуть, в принципе, на пустом месте, и от него никуда не деться. Сейчас я покажу вам несколько своих фотографий, под которыми писали комментарии типа чучела, уродка, там, все прочее. Одному не нравилась вот эта фотография. Одному человеку не нравилось, как я выгляжу вот в этом образе. Другому не нравилось, как я выгляжу вот здесь. Третьему не нравилось, как я выгляжу здесь. И стоит принять, что нравиться абсолютно всем невозможно. Каким бы хорошим, милым и красивым ты ни был, Ты не сможешь всем понравиться. Забей! Ну и плюс, у меня еще просили поднять тему, как стать увереннее. Ваша уверенность прямиком, как бы это странно ни звучало, но она растет из вас. Из вашей самооценки. Если вас хейтят, и вы на это обижаетесь, у вас низкая самооценка. Подумайте над тем, что от этого хейта вам, в принципе, ни горячо, ни холодно. Конечно, если вас не подкараулит, как меня после школы, Тогда вы можете написать левую. Почему вы воспринимаете его близко к сердцу? Почему вы на него обижаете? Это просто какие-то левые люди из интернета, которые пытаются написать вам какую-то гадость. Я не говорю про конструктивную критику, с помощью которой объясняют, что ты делаешь не так и как надо сделать. Я говорю именно про хейт. Постарайтесь принять это с какой-то позитивной стороны. Если человек вас хейтит, значит, вы либо ему интересны, и вас, в принципе, замечают, Либо он просто высказал свое мнение и забей. И скажу такую вот маленькую вещь. Если вас хейтят в школе, как бы это грустно и банально не звучало, Вам надо либо перейти в другую школу, но не факт, что там не будут хейтить, Потому что, ну, не во всех школах любят новичков, А либо просто действительно дождаться ее окончания. Вы вряд ли что-то сможете сделать с тем, что вас недолюбливают одноклассники. Но у вас есть запасной выход. Стать лучше. И самое главное, чуть не забыла. Любите себя. Не в плане какой-то абстрактной картинки, да, А в плане того, что потом все изменится, у вас еще полно времени. Вы сможете и подогнать себя под свой идеал, стать гораздо лучше. Как говорится, держи друга близко, а врага еще ближе. Потому что враг может указать вам на ваши недостатки. Тащим-то, спасибо за просмотр этого видео. Про лайки и дизлайки я говорить не буду. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хейтят ли вас сейчас. И проявляли ли к вам негатив в школе. И если вы с этим справились, то как справились. Ну и, собственно говоря, всем удачи и всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!